Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и идущий программы, учитель Перри Стоун. Я нахожусь в Иерусалиме, сегодня чудесный день. Мы находимся за старой стеной Иерусалима, с южной его стороны. За нашей спиной верблюды очень непривычно, когда во время съемок фестиваля Манны стоят живые верблюды. Много веков назад в Иерусалиме было два иудейских храма, два Дома Божьих. Это были не именно иудейские храмы, это были храмы Бога, которые располагались на храмовой горе прямо за моей спиной. Первым был храм Соломона. Царь Соломон построил его после смерти своего отца. Строительство шло почти семь лет. Это был великолепный храм, украшенный золотом и драгоценными камнями. Камни для храма отбывали в карьере рядом с Вифлеемом. У стены Иерусалима был обнаружен еще один карьер. Вероятно, первоначально камни брали оттуда. Храм Соломона был разрушен Вавилоном, когда армия Набухудоносора в третий раз вторглась в аудею. Разрушение этого храма было предсказано пророками. Затем был построен еще один храм. Ирод Великий расширил платформу. На храму Игори построил второй храм. Этот же храм вернулись перестраивать Неемия и Ездра. В Ироде Великом не было ничего великого. Он просто был хорошим строителем. Приехав в Иерусалим, Ирод стал правителем и много лет потратил на расширение платформы под храм на юг. Сегодня на стене Иерусалима есть место прямого соединения. Археологи и исследователи считают, что именно с этого места Ирод начал расширять платформу. Ирод многим нравился как раз по причине его работы по расширению Иерусалима. Пока это лишь введение. Скоро я перейду к теме. В этих храмах были особые места для жертвоприношений. Я покажу вам постановление о жертвах в Библии и проведу параллель с нашей жизнью. Спрошу каждого, кто смотрит сегодня фестиваль Маны, приносите ли вы в жертву больное? Повторюсь, приносите ли вы Богу в жертву больное? Я начну с книги Малахии, последней книги Ветхого Завета, написанной за 400 лет до того, как Иоанн Креститель стал готовить путь для Иисуса Христа. Для начала поговорим о самой идее жертвы. В послании к евреям, 9 главе, 22 стихе сказано так, «Без пролития крови не бывает прощения». Когда же начались жертвоприношения? Жертвоприношения начались в Эдемском саду после грехопадения Адама и Евы. Библия говорит, что эти люди были наги и не стыдились. Но они согрешили, и их глаза открылись, им стало стыдно, и они спрятались среди деревьев сада. Мы знаем, что они прятались среди фиговых деревьев. Откуда? Писание говорит, что они собрали листья этих деревьев и прикрыли ими свои тела. Даже так. Сначала они прикрыли себя фиговыми листьями, а чуть позже Бог использовал жертвоприношения, чтобы прикрыть их тела. Я забегаю вперед, что часто бывает, когда я пытаюсь учиться по памяти. Бог сказал Адаму и Еве, что фиговые листья не прикроют наготу. Нужно взять животное, которое отдаст свою жизнь, чтобы они могли покрыть стыд, появившийся в результате непослушания. Мы не уверены, какое именно животное выбрал Бог, чтобы прикрыть тела Адама и Евы и спрятать их наготу. Традиционно считается, что это был баран и его кожа. Это интересно, потому что во времена Скинии двух храмов, где совершались жертвоприношения, баран считался жертвой высокого уровня. Также баран считался жертвоприношением уровня священников. 22 глава Бытия рассказывает, когда Авраам решил принести в жертву своего сына Исаака, то его место на алтаре занял не ягненок. Это был баран, найденный чаще. Это одна из причин того, что храмы располагались именно на этой горе. Храм Соломона был построен на возвышенности горе Мария, потому что именно здесь Авраам собирался принести в жертву своего сына. Скептики и неверующие обычно спрашивают, что из-за Бог, который просит принести сына в жертву. Ответ простой. Бог не собирался заставлять Авраама приносить в жертву своего сына Исаака. Это была проверка. Бог искушал Авраама, чтобы увидеть, решится ли земной человек принести в жертву единственного сына, от которого должен произойти обещанный Богом народ. Авраам возложил Исаака на алтарь с верой, о которой сказано в послании к римлянам, с верой, что Бог воскресит его из мертвых. Мы знаем, что всемогущий Бог тоже однажды решил принести своего единственного сына в жертву на кресте на том же самом месте в Иерусалиме. Здесь, на краю горы Мария, Иисус был распят в месте под названием Голгофа. Это и скала, и холм, и так потребовалось смерть двух животных, чтобы, во-первых, покрыть наготу Адама и Евы, а во-вторых, покрыть их стыд. Они ощущали стыд и вину, когда осознали, что им нечем прикрыться. Третье — это была кровь. Кровь — это ключ. По этой причине в Ветхом Завете при жертвоприношении требовалось пролитие крови. Каждое утро и каждый вечер скини Моисея в храме Соломона и в храме Ирода приносили в жертву ягненка. Эту процедуру утвердил Бог. Интересно, что Иисус тоже назван Агнцем Божиим, который взял на себя грех мира. Также мы знаем о принесении в жертву голубей и горлиц. Это были жертвы бедных людей, которым тоже нужно было что-то приносить, поскольку никто не мог прийти к Богу с пустыми руками. Также мы знаем, что в храме приносили в жертву различных животных — быков, волов, овец и гнят. Жертвоприношения имели огромное значение. Как я уже сказал, причина такой важности жертвоприношений в том, что без пролития крови не бывает прощения. Мы знаем, что когда Адам и Ева были изгнаны из сада, у них родились сыновья — Каин и Авеля. После того, как Каин убил Авеля, родился еще один сын — Сиф. Теперь хочу рассказать вам то, о чем многие не знают. Пока Адам и Ева жили в саду, у них рождались сыновья и дочери. После того, как Каин убил своего брата, Бог сделал на его голове отметок. Каин был изгнан из Божьего присутствия, после чего женился на девушке, которая была его сестрой. Позже в Библии инцест был запрещен, однако изначально такое случалось. В одном очень старом издании комментариев к Библии говорится о таком поверье. Иосиф Флавий, еврейский историк, живший во времена второго храма, во времена Христа, упоминает, сколько сыновей и дочерей родились у Адама и Евы в Эдеме до грехопадения. Я знаю, что это возможно, потому что после того, как первые люди согрешили и были изгнаны из Эдемского сада, Бог сказал Еве, «С этого момента будешь рожать с болью». Очевидно, что до этого она рожала детей без боли. Боль при деторождении — это часть проклятия, результат грехопадения. Продолжая тему, вспомним, что Каин и Авель оба принесли жертвоприношение. Каин принес плоды земли, а Авель принес в жертву животное. Библия говорит, что Бог призрел на жертву Авеля больше, чем на жертву Каина. Это очень удивляет, потому что в более поздние времена развития храма в Иерусалиме Бог разрешил приносить в жертву зерно. Почему же тогда Бог был недоволен жертвоприношением Каина плодами земли и порадовался жертве Авеля, крови животного? Ответ двухсложный. Первое — это отношение, с которым Каин принес жертву. У него не было должного отношения подхода к Богу, в отличие от Авеля. Второе — земля только что была проклята. Поскольку земля была проклята, Каин принес плоды проклятой земли. Это всего лишь предположение богословов, почему одна жертва понравилась Богу, а другая нет. Авель принес в жертву животное с кровью. Поскольку без пролиция крови не будет прощения, это одна из причин того, что Бог выбрал жертвоприношение с кровью. Он знал, что для искупления человечества потребуется последняя жертва крови Иисуса Христа. В книге «Исход» есть три момента. Я приведу в пример 12 главу. Говоря об исходе и принесении в жертву ягненка, вспомните, что кровью ягненка помазывали косяки и перекладины дверей домов еврейского народа в Египте. У жертвы есть три важных характеристики. Уже скоро мы поговорим о том, приносите ли вы в жертву больное, поскольку сегодня я учу именно об этом. Совсем скоро мы перейдем к практическим пунктам. Итак, первое. Жертва должна быть из вашего дома. Второе. Она должна быть вам дорога. Вы не можете принести жертву Богу так. А вот этот ягненок мне не нужен «Избавлюсь-ка я от него». Жертва должна быть вам дорогой. Даже пасхальный агнец должен был провести четыре дня в вашем доме вместе с вами. И это очень интересно. Далее мы идем к третьему пункту. Животное должно быть осмотрено главой дома, особенно в Пасху. Итак, жертва должна быть из вашего дома. Она должна быть очень вам дорога. И она должна быть осмотрена. Здесь мы остановимся, потому что я могу очень долго учить о системе жертвоприношений Ветхого Завета. Но мы сейчас не об этом. Какое отношение имеют жертвоприношения к нам сегодня? Сегодня в храмах нет медного алтаря и нет священника, который возносит всесожжение, за что мы очень благодарны. Иисус стал последней жертвой. Какие жертвы приносят верующие в Новом Завете? Сейчас вы это узнаете. В Новом Завете есть три основных вида жертвы. О первой сказано в послании к Римлянам. 12 главе, первом стихе. Это наше тело, тело человека. Мы должны принести Богу жертву, наше собственное тело. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Это первый вид жертвы, о котором сказано в Новом Завете. Мы приносим Богу в жертву наше тело, потому что наше тело — это храм Духа Святого. Второй вид жертвы — это наше даяние. В послании к филиппицам 4 главе 18 стихе Павел учит нас, что наши дары и даяние — это приятная, благоугодная жертва Богу. Сегодня мы уже не приносим в жертву зерно, еду, быка или ягненка из своего стада. Мы работаем своими руками и отдаем Богу десятую часть заработка. Мы с женой учим наших детей отдавать десятину Богу, потому что, согласно Писанию, она принадлежит ему. Также, читая Библию, мы узнаем о пожертвованиях. Десятина и пожертвования становятся жертвой вместо быков, баранов, ягнят, и других животных, которых приносили Ветхом Завете. Третий вид жертвы — это послание к евреям, 13 глава, 15 стих. Мы должны приносить Богу жертву хвалы, то есть плоды наших уст. Сегодня мы уже не берем зерно, ягнят, барашков и голубей, и не несем их пастору, который принесет их в жертву на алтаре. Представляете, на что это будет похоже? Если бы мы так делали, все церкви в Америке давно бы закрыли. К счастью, мы этого не делаем. Мое тело — это живая жертва Богу. Мои приношения — это жертва Богу. Моя хвала и поклонение — это моя жертва Богу. Возникает вопрос, почему эти три вещи стали жертвами? Сейчас объясню. Слушайте в масле. Я верю, что во время нашей программы к вам придет откровение слова. Наше тело — это жертва Богу, потому что оно требует дисциплины, чтобы мы не совершали ошибок. Повторю, мы приносим жертву, когда наше тело повинуется Господу. К примеру, пост — это жертва Богу, поскольку он влияет на тело. Молитва — тоже жертва. Подчас вам совсем не хочется молиться, но вы все равно заставляете себя это делать. Говоря о том, что наше тело — это жертва Богу, я имею в виду дисциплину, которая требуется для того, чтобы мы исполнили все, чего требует от нас Господь. Второй вид жертвы — это даяние. Почему даяние — это жертва? Потому что вам нужна решительность, телу нужна дисциплина для принесения финансов в церковь, служения, в миссии или на иную программу, которую дал вам Бог. Нужна решительность, чтобы быть верным. Спортсменам нужно тренироваться, пловцам плавать, гольфистам много недель практики, чтобы стать профессионалами. Точно так же вам нужна решительность, дабы продолжать жертвовать, когда вам не хочется это делать, когда кажется, что на это нет денег, когда возникают другие насущные нужды. Именно для этого нужна решительность. Хвала — это решение. Позвольте, я повторю. Телу требуется дисциплина, даяние — решительность, а хвала — это решение. Поклоняться Богу — это ваше решение. Я принимаю решение прийти в Дом Божий и поклоняться Богу. Как хвала может быть жертвой? Ответ таков. Вам приходится приносить эту жертву, когда у вас нет сил или желания поклоняться Богу. К примеру, во вторник вечером в Международном центре Омега проходит служение. Мы не проводим его воскресенье, потому что не хотим мешать другим крупным церквям Климленда. В нашем регионе 380 церквей, и мы не хотим мешать им, проводя служение в воскресенье. Тогда оно станет просто еще одним воскресным служением. Люди, которые приезжают в Климленд, все, кто связаны с нашим служением, волонтеры и молодежные служители, приходят к нам вечером во вторник. Знаете, насколько все иначе, когда служение проходит во вторник, а не в воскресенье? В воскресенье у многих выходной, они встают в 10, и в 10.30 едут в церковь, где час или полтора часа идет служение. Мы же собираемся в середине недели, в 6.30 вечера, во вторник, в Международном центре Омега. К нам приходит 500-700 человек. Им нравится, они уже привыкли, но им нужно чем-то жертвовать, потому что они приезжают с работы, собирают детей и едут на служение, тогда как в воскресенье большинство людей не работает. Прийти вечером во вторник — это большая жертва, чем прийти утром в воскресенье. Бог благословляет людей, которые приносят ему жертвы. А вот теперь важный момент. Ваша жертва должна быть из вашего дома. Это значит, что ваша хвала и поклонение должны исходить из вашего сердца. Они должны быть вам дороги. И вот что я вам скажу. Если ваше поклонение вас не трогает, оно не тронет и Бога. Если ваша проповедь не благословляет вас, она не благословит других. Если то, что вы говорите и делаете в собрании, не вдохновляет вас, поверьте, это никого не вдохновит. Итак, жертва должна быть дорога вам и не иметь дефектов. Что значит «жертва» без дефектов? А это значит поклоняться Богу в духе и истине. Там, где истина, нет дефектов, истина — это не просто факт. Истина — это то, что говорит Бог в Своем слове. Давайте прочитаем то, что сказано в книге Малахии, первой главе, в восьмом стихе. Малахий обращается к Израилю, упрекая народ в порочных жертвах. Послушайте внимательно. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Собову». Теперь озвучу очень важную мысль. Иногда христиане приносят Богу то, что Ему не нужно. Я повторю. Иногда христиане приносят Богу то, что Ему не нужно. Объясню это так. Однажды Иисус упрекал фарисеев такими словами. «Люди сей чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Малахи упрекал детей Израиля по трём пунктам. Первый упрёк – вы приносите в жертву слепое. Второй – приносите в жертву хромое. Третий – вы приносите в жертву больное. Я могу перевести это на практический язык. Все истины Ветхого Завета нужно изучать с практической стороны. Слепота означает замутнённое понимание. В Евангелии от Иоанна 4, главе 22 стихе Иисус говорит женщине у колодца в Самарии. «Ты поклоняешься, но не знаешь, чему ты поклоняешься». Некоторые люди идут на служение поклонения и не поклоняются на этом служении. Слепота может означать отсутствие должного понимания поклонения. Второй дефект – это хромота. Хромое животное не могло идти прямо или правильно. Если вы приносите в жертву хвалу, поклонение и даяние, и они хромают, значит, вы делаете это с неправильным мотивом, с неправильным отношением. Хромота – это неправильное отношение. Далее – болезнь, или в другом переводе – струпия, корки. Это незалеченные раны. Когда рана начинает заживать, она покрывается корочкой. Если повредить эту корочку, рана вновь начинает кровоточиться. Если люди, которые поклоняются Богу, по-прежнему ранены и держат в себе горечь, непрощение и гнев, они приносят в жертву Богу то, что ему не нужно. Послание Малахии говорит об одном. Вы приносите Богу жертвы, но он их не принимает, потому что вы делаете это по привычке, как ритуал. Сегодня я хочу вдохновить всех зрителей фестиваля МАН. Если вы поклоняетесь Господу в шаббат, то есть в субботу, или в воскресенье, как это делают многие христиане Запада, то вы принимаете решение поклоняться Богу в Духе и Истине. Поклоняйтесь, когда вам не хочется это делать. Приносите десятины и пожертвования, когда не хочется. Сейте свои приношения, когда хочется и когда не хочется. Молитесь, когда хочется и когда не хочется. Самое главное – убедитесь, что ваше сердце правильно перед Богом. Делайте это, если хотите, чтобы ваша жертва была принята и угодно Богу. Как сказано в 4 главе послания филипийцам. Здесь, в Иерусалиме, жертвы приносили так. Либо человек приносил жертву с правильным сердцем и правильным духом, и Бог ее принимал, либо эта жертва была раненой, слепой или хромой. Люди не отдавали Богу самое лучшее. Бог заслуживает самого лучшего, когда мы молимся, поклоняемся и ищем Его лица. Сегодня я поделился с вами этим словом, чтобы вы отдавали Богу лучшее во всем, что вы делаете. Я нахожусь в Кедронской долине, в городе Иерусалим. Именно здесь, за моей спиной, на храмовой горе, возвышались древние еврейские храмы. Сегодня я расскажу вам об особенном предложении от фестиваля МАННЫ. Приобретая его, вы помогаете нам продолжать вещание. Мы уже рекламировали комментарии к Ветхому Завету, комментарии к 500 тысячам слов в Библии короля Иакова. Тысячи из вас их уже получили. Самый популярный запрос, вы еще будете высылать эти комментарии? Я очень хотел продолжить это делать, но у меня не было возможности. Теперь, в последующие несколько недель, мы продолжим рекламировать пророческую древнееврейскую учебную Библию Перри Стоуна. Она полностью объясняет все библейские предсказания книг Даниила, Исаии, Иеремии и Захарии. В ней много исследований и разборов древнееврейских слов. В книге Даниила есть подробные пояснения ко многим словам, чтобы вы лучше понимали, что будет происходить в будущем. Есть заметки «Глубина Исаии». В этих примечаниях мы рассказываем что-то особенное. К примеру, есть заметка о том, что Мертвое море — это вероятное местонахождение будущего озера Огненного. Я укажу вам на очень странные предсказания в книге Исаии и сопоставлю их с самой низкой точкой на Земле — Мертвым морем. Многие из вас никогда этого не слышали? Вы узнаете все это, читая комментарии к Ветхому Завету. Это перевод короля Иакова. Вы можете заказать это предложение, позвонив по телефону, указанному на экране, посетив наш сайт или отправив почтой пожертвования в 160 долларов. Ваши даяния помогают нам продолжать трансляции фестиваля Манны по телевидению. Вам очень понравится информация, которую я собирал долгие годы и исследовал десятки тысяч часов. Я хочу, чтобы эта книга стала вашей. Это мое наследие. Если Господь придет или отправлюсь на небеса, я хочу оставить вам комментарии к Ветхому и Новому Завету. Эта книга, комментарии к Ветхому Завету, уже доступна. Закажите ее. Тираж ограничен и не продается в книжных магазинах, поэтому у вас еще есть время. Благословений вам. Может, я уже говорил вам об этом, но комментарии к Ветхому Завету вышли в ограниченном количестве, потому что цена оказалась немаленькой. Если вы хотите заказать комментарии к Ветхому или Новому Завету, то вам нужно позвонить в наш офис. У нас есть особые экземпляры в кожаном переплете только для наших партнеров. Кстати, они уже заканчиваются, но важна не обложка, а содержание и вся та информация, которую вы получите. Надеюсь, вы воспользуетесь этим предложением. Я хочу рассказать вам кое-что. Кажется, я никогда не говорил об этом в наших программах. Когда мне было 18 лет, и я понял, что Господь призывает меня в служение, у меня был план из семи пунктов по достижению людей. Я взял эту идею у служителей, проводивших собрания пробуждения и исцеления. Я понял, что если буду служить столько в церкви, то буду очень ограничен. Поэтому я разработал план из семи пунктов для более обширного достижения людей. Составляя этот план в 18 лет, я даже подумать не мог, что у нас будет всемирное телеслужение и огромная территория с многочисленными зданиями. Я даже представить не мог, что Бог сделает все, что Он сделал. Он дал мне четыре правила, и я хочу поделиться ими с вами. Я хочу, чтобы вы знали, как действует наше служение. Я записал все это в 18 лет. Бог сказал, вкладывай весь доход обратно в служение. Когда я где-то проповедую, то чеки приходят не на мое имя, а на адрес нашего служения. Я проповедую на конференциях, пробуждениях и крусейдах в течение всего года, и каждая копеечка идет в служение, голос и евангелизм. Во-вторых, мы никому не продаем наши адреса для рассылки. В нашей рассылке более 50 тысяч адресов, но мы никому их не передаем. Я могу оставить свои контакты к какому-то служению, и вскоре я начинаю получать письма от всех подряд. Однажды, оставляя свои контактные данные, сделал ошибку в своем имени, а затем я начал получать письма от разных организаций с ошибкой в моем имени. Я понял, что тот человек продал мои контакты. Мы такого никогда не делаем. В-третьих, мы никогда не просим денег, мы не рассылаем письма с просьбой о пожертвовании. Господь сказал мне доверять ему в этом вопросе. За все эти годы партнеры всего раз получили от нас письмо с просьбой о помощи. Я не говорю, что это плохо. Просто это не наш метод. В-четвертых, другие компании, получая чеки от кого-то, вносят имена этих людей в свою базу и потом отправляют этим людям свою рассылку. Мы такого не делаем. Мы считаем, что это вопрос доверия. За все годы нашего служения мы всегда придерживались этих пунктов. Мы никогда не нарушали их. Еще другие организации отправляют свои финансы в разные фонды. Я не говорю, что это плохо, но все, что приходит к нам, мы используем для миссии и для служения голоса евангелизма. Мой отец, дедушка и прадедушка были очень порядочными людьми, и мы пытаемся поддерживать эту репутацию во всех сферах нашего служения. Надеюсь, вы это видите и замечаете, а также видите это на собраниях с нашим участием. Оставайтесь с нами на связи. Не забудьте заказать Библию и до новых встреч!